У Души есть три энергии. Первая энергия — это энергия Вечности. Человек хочет Вечности. Вторая энергия — это энергия Любви. Человек хочет Любви. Третья энергия — это энергия Знания. У Души есть три энергии. Когда человек хочет вечность получить быстрее, то тогда в организме появляется напряжение. Согласно Айрведе, называется Доша Вата. Напряжение — это вид старения. Откуда берется старение? Из неправильного контакта с вечностью. Человек, который хочет быстрее получить то, что ему не положено, напрягается. Ипотеку взял, напрягся. Почему? Потому что тебе не положено. У тебя же нет этих денег. Почему ты их взял? Если ты их взял, ты теперь не можешь расслабиться, потому что тебе каждый месяц надо платить ипотеку. Сколько ты не сможешь расслабиться? 15 лет, 20 лет. Жизнь же большая, да? 20 лет — это ноль, да? Или нет? Что лучше, жить свободной жизнью или несвободной? Что дороже, комната в квартире или квартира или свобода? Свобода дороже, мои дорогие друзья. Свобода дороже. Но если вы взяли ипотеку, не парьтесь. Примите время. Время вас чуть-чуть обмануло. Оно вас взяло за кадык. Примите. Вздохните, выдохните ипотеку и живите радостно с ней. Теперь вы уже с ипотекой радостно живете. Все нормально. Вы радостно без ипотеки жили, теперь радостно будете жить с ипотекой. Но если вы не будете радостно жить с ипотекой, то значит, вы радостно помрете с ипотекой. Потому что у человека есть только два способа — или жить, или умереть. Другого способа нет. Есть только две энергии в этом мире — энергия жизни или энергия смерти. Если человек поздно встает с постели, значит, он хочет умереть. Если человек поздно ложится спать, он хочет умереть. Обожрался на ночь, особенно когда действует коронавирус, согласился со смертью. Не хочешь правильно питаться, вовремя питаться, подписываешь смерти приговор. Привязался к человеку, начал гореть от него, согласился со смертью. Дальше жди хронических заболеваний, инвалидности и все прочее. Если не хочешь переключаться на наполнение, очень сильно занят, готовься к земле. Ну то есть человек должен наполняться для того, чтобы побеждать. Энергия времени напрягает человека. Вот допустим, у меня каждый день экзамен, я стою на остановке. У меня энергия времени поворачивает голову влево и говорит, тяни глазами трамвай. Ты хочешь, чтобы он пришел быстрее. Жди его. Это нормально, если я притягиваю трамвай глазами. Что я должен делать на остановке? Я должен принять энергию времени, чтобы меня никуда не везут. Но это не значит, что я в это время не могу жить. Я могу желать всем счастья. В это время я могу смотреть вокруг, радоваться, желать всем счастья и наполняться энергией жизни. Но для этого нужно переключить себя. Это волевое усилие. Или когда ты едешь в метро. Когда ты едешь в метро, надо стать таким же, как все хмурым. Понимаете, я разок с другом еду в метро. Тут все у нас как бы вот так вот жаль. Я говорю, еди в метро. Идем. Вот так все стоят. Энергию смерти вырабатывают. А мы с ним начали шутить и смеяться. И люди вокруг. Я смотрю вот, я просто начал наблюдать. Это нужно было пересилить. Потому что шутить и смеяться. То есть жить, когда все помирают, сложно. Понимаете, это сложно. Попробуйте. То есть все, у кого недовольны вокруг. Дайте нормально умирать. Вот. А ты смеешься. Спокойно умирать. Дайте, что смеешь. Не до смеха. Все умираем здесь от тесноты. Вот. Но мы начали с ним смеяться. И мы, знаете, заметили. Вот люди рядом стоят. Они такие, ну, им не с кем смеяться, как бы, в метро. Но они такие стоят. О чем-то радостном думают. Понимаете, начали оживать потихоньку. Слава Богу.